Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического ужастика 2019 года «Погребальные байки». В 80-х годах прошлого века юный парнишка разносит газеты по небольшому городку на своём велосипеде. Добравшись до похоронного бюро, он звонит в дверь, а затем пытается разглядеть то, что находится внутри через узкую щель. Появившийся мрачный гробовщик Монтгомери Дарк сильно пугает парнишку. Он роняет свой фотоаппарат и удирает со всех ног, а старик зловеще смеётся и возвращается внутрь. Позже Монтгомери произносит речь на поминках маленького мальчика. Вернувшись в свой кабинет, хозяин замечает, что кто-то незаметно пробрался внутрь, а книга на полке двигается сама по себе. Монтгомери видит, что какая-то девушка собирается открыть крышку гроба мальчика и останавливает её. Девушка говорит, что её зовут Сэм, и она пришла сюда по объявлению о работе. Монтгомери улыбается и показывается искательнице своё хозяйство. А Сэм обращает внимание на большое количество книг. Хозяин объясняет, что каждая книга – это история чьей-то смерти, и с удовольствием рассказывает одну из них. В 50-х годах прошлого века девушка ворует несколько кошельков во время вечеринки, после чего запирается в туалете, чтобы проверить свою добычу. Воровка замечает, что выключатель света мокрый и слизкий. Девушка собирает деньги, выбрасывает кошельки в мусорное ведро и собирается уйти, когда из-за зеркала раздаётся какой-то шум. Любопытная воровка решает проверить, что это, но дверца не поддаётся. Девушка помогает себе ножичком и нечаянно ранит руку. Наконец, открыв дверцу, воровка кричит от ужаса и тщательно пытается захлопнуть её. Девушка зовёт на помощь, но её никто не слышит. Воровка пытается тихонько уйти, но роняет украденные часы, которые падают с громким стуком. Девушка бежит к двери, и в этот момент её хватают мощные щупальца и затягивают в узкое отверстие за зеркалом, мгновенно убивая бедняжку. Монстр аккуратно выключает свет и закрывает дверцу шкафчика. Сэм заявляет, что история слишком незамысловатая, на что Монтгомери отвечает, что в каждой из них есть своя мораль. Старик даётся искательнице подписать контракт и показывает ей остальные помещения, после чего по просьбе девушки рассказывает ей ещё одну историю. В 60-х годах прошлого века студент Джейк вместе с сокурсниками Картером и Топом раздают презервативы около студенческого общежития, проповедуя ценность сексуального освобождения, как предлог, чтобы заставить девушек прийти на вечеринки их сообщества и затащить их в постель. Джейк замечает, что скромный и Картер разговаривает с симпатичной девушкой Сандрой, встревает в их разговор и приглашает красотку на вечеринку. Девушка соглашается, а Джейк с нетерпением ждёт её вечером. Сандра спрашивает о многочисленных пропавших без вести студентах мужского пола, но парень не придаёт этому большого значения. Джейк уговаривает красотку заняться с ним любовью, а она настаивает, чтобы он надел презерватив. Парень соглашается, однако незаметно выбрасывает резинку в процессе, чувствуя себя с ней неудобно. Утром Джейк просыпается один и ощущает острую боль в животе. Картер советует товарищу обратиться к врачу, так как вчерашняя гостья могла заразить его какой-нибудь гадостью. Джейку приходится пойти к доктору, так как он чувствует себя всё хуже и хуже. Врач удивляется, услышав, что в животе пациента что-то рычит, и теряет дар речи, увидев результаты его анализов. Джейк узнаёт из заключения врача, что он беременный и с трудом дозванивается до Сандры. Парень спешит к девушке, но его останавливают сокурсники из сообщества и поздравляют с тем, что он затащил в постель уже 67 красоток. Наконец Джейк добирается до Сандры, а мать девушки, понимая, что происходит, зовёт дочь. Парень признаётся, что он вчера снял презерватив, на что раздражённая Сандра отвечает, что он сам виноват. После чего звонит какому-то парню и уходит на очередное свидание. Мать объясняет гостю, что он вот-вот родит, и что единственный способ, с помощью которого ребёнок может выйти наружу, это тот же путь, каким он попал внутрь. Когда дитя пытается выбраться наружу, прибор бедолаги взрывается и разрывает живот на куски, мгновенно убивая его. Мать Сандры забирает чудовищного младенца и относит его в кроватку в комнату, полную других жутких малышей. Эта история нравится Сэм гораздо больше. Монтгомери ведёт девушку в следующее помещение, которое оказывается комнатой для бальзамирования. Сэм замечает на трупе обручальное кольцо, а хозяин рассказывает ей очередную историю. В 80-х годах прошлого века красотка Кэрол выходит замуж за толстяка Уэнделла. Через некоторое время тяжёлая болезнь приковывает девушку к постели, так что она практически не шевелится, а безутешному супругу приходится ухаживать за ней. Однажды, возвращаясь с магазина, Уэнделл встречает свою соседку мисс Эйвери, которая делится, насколько свободной она себя чувствует после смерти мужа. Вскоре к паре приходит доктор, который заявляет, что состояние Кэролла стабилизировалось, и она сможет прожить год и даже больше. Уэнделл признаётся врачу, что он устал. На что доктор рекомендует мощное обезболивающее, передозировка которого убьёт любого человека и не оставит следов. Вечером Уэнделл кормит супругу ужином и дарит ей фигурку – зайца-беляка, которую она раньше обожала. Кэрол никак не реагирует, тогда супруг злится и подмешивает ей в еду обезболивающее, после чего кормит женщину. Неожиданно Кэрол начинает двигать рукой. Потрясённый супруг быстро отстёгивает ремень, который удерживал женщину, и помогает ей вызвать рвоту. Уэнделл с облегчением выдыхает, забыв снова привязать ремень. Кэрол падает на стол, словно кукла, а фигурка зайца пронзает ей голову. Потрясённый супруг снова отпускает женщину, и она тут же падает на статуэтку. Уэнделл паникует, звонит доктору и признаётся в убийстве жены, а тот в ответ советует избавиться от тела и бросает трубку. Мужчина пытается затолкать тело супруги в чемодан с её свадебным платьем, но оно никак не входит. Тогда Уэнделл решает отпилить ей ноги, и в этот момент Кэрол неожиданно приходит в себя. Супруг вытаскивает статуэтку из лба женщины, и это окончательно убивает её. Уэнделл с чемоданом садится в лифт, но он застревает между этажами. Мужчине удается лишь слегка приоткрыть дверь. Он кричит от отчаяния и выбрасывает обручальное кольцо. Мисс Эйвери слышит крики соседа и вызывает полицию, а кровь из чемодана заливает весь пол лифта. Неожиданно дверь лифта закрывается, и он продолжает опускаться, а Уэнделл смотрит в небольшое окошко на фрагменты из его совместной жизни с Кэролом. Мужчина оборачивается и видит, как его супруга, превратившись в жуткого скелета, медленно вылетает из чемодана. Кэрол надевает обручальное кольцо на палец мужа и крепко целует его. Через некоторое время полиция открывает дверь лифта и видит закрытый чемодан, а рядом с ним Уэнделла, который окончательно сошел с ума. Сэм считает, что рассказы Монтгомери, какими бы правдивыми они ни были, слишком предсказуемы и следуют теме наказания людей за свои грехи. Хозяин ведет гостю в подвал морга, где готовится кремировать детский гроб. Сэм останавливает его и говорит, что она здесь не из-за работы, а из-за мертвого мальчика Логана. Девушка рассказывает старику свою собственную историю. Однажды в дождливую ночь Сэм присматривает за Логаном. Родители мальчика говорят няне по телефону, что они немного задерживаются, а Сэм проверяет, что Логан мирно спит у себя в кровати. Няня готовит ужин на кухне и не слышит срочные новости по телевизору о том, что из психиатрической клиники сбежали несколько опасных пациентов. Сэм выбрасывает мусор, когда на кухню проникает подозрительный незнакомец. Мужчина просит помочь ему, но в этот момент няня слышит сообщение из автоответчика от родителей Логана о сбежавших из психушки пациентах. Няня понимает, что ей угрожает смертельная опасность и бросается на мужчину, но он оказывается сильнее и вырубает девушку. Незнакомец проникает в комнату мальчика, а няня приходит в себя от громкого крика и шума. Мужчина приходит в ярость, увидев, что мальчика нет в кровати, а появившийся Сэм вновь нападает на него. Незнакомец душит няню, когда приезжают хозяева, но не могут попасть внутрь из-за дверной цепочки. Сэм убеждает мужчину, что она не убийца. Незнакомец верит няне и разжимает руки, а она, пользуясь моментом, сталкивает мужчину с лестницы. Сэм убивает незнакомца, сбросив ему на голову телевизор. Когда родители Логана возвращаются домой, они находят мертвого мужчину и узнают в нем настоящего Сэма, поскольку сломанный телевизор показывает, что девушка, называющая себя Сэмом, на самом деле является где-то убийцей Шарлоттой по прозвищу Зубная Фея, которая пожирает детей и использует их молочные зубы в качестве украшения. Родители находят в духовке обгоревшие останки Логана и кричат от ужаса. Закончив свой рассказ, Шарлотта с помощью ножа выковыривает молочные зубы из останков Логана, не имея возможности сделать это, когда она убила его. Затем она наносит удар ножом Монтгомери в живот. Однако старик, который, кажется, истекает жидкостью для бальзамирования, просто смеется, заявляя девушке, что теперь его работа переходит к ней. Шарлотта пытается сбежать из морга, но не может этого сделать, так как сверхъестественная сила возвращает ее обратно. Монтгомери загоняет убийцу в угол в библиотеке и объясняет, что он тоже никогда не мог уйти, и ее история только начинается, в то время как некоторые книги падают с полок. Обугленные духи убитых ею детей выползают из упавших книг и разрывают Шарлотту на части. Монтгомери снова сшивает тело девушки и заменяет ее кровь жидкостью для бальзамирования. Старик с радостью обнаруживает, что может покинуть морг впервые за несколько десятилетий. Однако через мгновение на солнце тело Монтгомери разрывает на куске. Тело Шарлотты оживает в морге, и она становится новым гробовщиком. Девушка заявляет юному разносчику газет из начала фильма, что собирается приготовить ужин, и дьявольски смеется. Как вам фильм «Погребальные байки»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok